Карамба ТВ представляет Здарова! Я тут недавно узнал что слово хуй очень плохое слово его нельзя говорить А еще слова пизда и ебаться тоже очень плохие Извините меня пожалуйста я не знал Ведь если бы я знал я бы их еще больше говорил В общем я не знаю фейк ли вот это первое видео или нет Это абсолютно не важно Важно то что в нем нет ничего отталкивающего или неприятного Самое что ни на есть чистое веселье Я recorded! Look at this kid! Look at this kid! Look at this kid Oh my gosh Oh my god Oh my god There's anyone in the car right there? There's no one even in the car Ну разве не заебись? Чувак по сатане отрывается в машине. Видимо, он один из тех людей, которые никогда не унывают и всегда могут найти способы повеселиться. И если он так отжигает в тачке, то представляете, чтобы он в клубе вытворял. Хотя, может быть, по этой причине в клуб его и не пускают. Видишь вон того придурка? Какого? Да вон того. Ну, внутрь не пускать. Может, это его любимое занятие на выходных? Он, наверное, всю неделю с нетерпением ждет дня, когда родители попросят его отвезти их за продуктами. Сынок, мы будем через полчаса. Хорошо, мам. Самое интересное, что он еще и пристегнут. А что такого, если я ебашу головой и телом во все стороны стоящей машины, значит, я не должен соблюдать правила безопасности? И, бля, почему он так смачно колбасится под такую музыку? Включил бы что-нибудь покруче. Хотя, если так подумать, в этом чуваке ничего необычного нет. Мы с друзьями в машине так же угораем. Следующее видео объяснит нам, почему коты не спят на батутах. Подушки нет. И, кстати, после этого дня девочка тоже не могла спать спокойно. Естественно, кто сможет спать, когда из самого темного угла комнаты на тебя пялится два налитых ненавистью, кровью и бессонницей кошачьих глаз? Бедный котик. Без последствий для психики такое мучение никто перенести не смог бы. Как беспомощно он себя чувствовал, когда пытался сползти с батута в конце видео? Пожалуйста, прекратите это! Я вас умоляю! А еще мне очень понравилось, как вначале он пытался удерживать свою голову на одном уровне. Да ему, наверное, после всего этого пришлось посещать психоаналитика. Попытайтесь все-таки прилечь и расскажите, что случилось. Доктор, это было невыносимо. Это чудовище в ромбовом свитере постоянно прыгало и издавало ужасные звуки. Я пытался отбалти подальше, но не мог. Я умолял остановить это адское действие, но меня не слушали. До сих пор по ночам не слышится этот отвратительный смех. Доктор его выслышал и кастрировал, потому что нехуй котам разговаривать. При просмотре следующего видео вы можете подавиться или захлебнуться. Так что достаньте все из своего рта. Папа, ну ты же говорил, что девочки не ходят в туалет. Так она, сынок, как бы это в туалете-то сейчас не была. Я одновременно испытываю отвращение и восхищение. Не, ну понятно тут все. Тетка насрала на пол между стеллажами в супермаркете. Но как быстро она это сделала? Обычно минут 7-10 требуется, а то и больше. А у нее это за 4 секунды получилось. Это ж целый экшн-фильм сделать можно. Насрать за 4 секунды. Еще один факт, который меня беспокоит не меньше ее поступка. Она даже не удосужилась подтереться. Блять, ну это уж чересчур. Хотя бы рукой это сделала. Ну или куском колбасы и молоком ополоснула. Шоколадное молочко. Я понимаю, что это тоже отвратительно, но а че? Я представляю мысли уборщика, когда он увидит этот сюрприз. Вот дерьмо. А вот представляете, едете вы такие в метро, напротив девушка в ситцевом платье сидит симпатичная такая, улыбается. Вся прям в ромашках. Она смотрит вам в глаза, и вы смущены, улыбаетесь ей в ответ. Она выходит на свои станции, и вы смотрите. Насрала. Но вернемся в магазин. И вообще, с чего вы взяли, что это говно? Это шоколадный мус. Да и вообще, она с охранниками в казаков-разбойников играет и оставляет им подсказки. Она была здесь. Ну и последнее, что я хотел бы сказать про это видео. Да ничего. Пацаны, вот с этого видео я вообще охуел. Ах ты ж ебаный, ты нахуй. Это был самый крутой тачдаун из тех пяти, что я видел. Но я могу поспорить, что это самый охуенный тачдаун в истории. Интересно, чувак готовился к этому трюку? Или ему случайно троса натянули? Вам не кажется, что он за кем-то повторяет? А вообще-то это Чак Норрис. Не, не этот чувак, а вот этот. А тот чувак его просто узнал и подумал. Блядь, это же Чак Норрис, да ну нахуй! Я уже представляю, сколько народу теперь попытается за ним повторить. Этот чувак, наверное, в обыденной жизни этим приемом часто пользуется. Э, бля, Вась, тормози нахуй, ебать, бля, нихуя. Ты че, блядь? Интерактив вернулся и будет в конце после титров. Пишите свои шутки про видео из этого эпизода и оставляйте их в комментариях. Указывайте тайм-код. Палец вверх, палец вверх, палец вверх. А еще можно подписаться и добавить в избранное. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока! Адовый интерактивчик. Этот интерактив про видео из 65-го эпизода, который называется Holy Fucking Shit, если что. Уставай, заебал ты, ебаный шашлык! Итак, дамы и господа, лот номер один, утонувший снегоход. Начальная цена, блядь, кто больше? Блядь! Еще? Блядь! Еще? Блядь! Продану мужчине в оранжевой куртке. Блядь!